Сергей Тимофеевич Аксаков. Басня «Роза и пчела» читает Ангелина Стуликова. В саду цветами испещренном, в густой траве в углу уединенном, прелестная из роз цвела. Цвела спокойно, но довольна не была. Кто завистью не болен? Кто участью своей доволен? Она цвела в глуши, но что ж в глуши цвести? Легко ли красавицы снести? Никто ее не видит и не хвалит. И роза всех подруг к себе несчастье ставит, которые в красивых цветниках у всех в глазах цвели и благоухали, всех взоры, похвалы невольно привлекали. Что может быть печальнее того? Не видимо никем, не видя никого, в безвестности живу и в скуке умираю, и тщетно всякий день на жеребий свой пеняю. Роптала роза так. Услыша речь сию, сказала ей пчела, напрасно ты вздыхаешь, винишь судьбу свою, ты счастливее их, на опыте узнаешь. Что ж, так и сделалось. Все розы в цветниках за то, что были на глазах, все скоро смертью заплатили. Тех солнечно-лучи спалили, те пострадали от гостей, которые в жестокости своей уродовали их, хоть ими любовались. Один сорвет листок, другой изломит стебелек, а третий изомнет листок. И словом, розы те, которые остались, такой имели жалкий, скучный вид, что всякий уж на них с холодностью глядит. А наша розочка в углу уединенном, древтенью осененном, росой до полдня освеженным, была любимицей резвых мотыльков и легких ветерков. Они и день, и ночь ее не оставляли, от зноя в полдень прохлаждали, а ночью на ее листочках отдыхали. Так долго-долго жизнь вела, спокойно, весела и счастлива была, за тем, что в уголку незнаемо цвела.